Рустем Ахмедкаримович Авзалов Во-первых, ему нет равных, во-вторых, Башкирия на первых местах по всей Российской Федерации Как оно получилось, конечно, судить сложно, но Хабиров, в принципе, любит вот эту тему Любит слышать о том, что у нас строят какие-то хижины в лесу И Ахмедкаримович сообщил, что полтора миллиарда, полученные из федерального центра Рачительно были потрачены на обустройство 23 пляжей, 25 кемпингов и 8 электронных путеводителей Особенно трогательно звучало про эти электронные путеводители Полтора миллиарда рублей По словам Авзалова, туристический поток в Республике Башкортостан неумолимо нарастает Если в 2022 году он зафиксировал 2 миллиона 100 поездок в Республику Башкортостан То теперь за 8 месяцев 2023 года он уже фиксирует 1 миллион 700 тысяч этих поездок При этом Авзалов скромно умалчивает, по какой методике ведется подсчет вот этих вот в кавычках поездок Ну, как они считают? По купленным билетам? Ну, люди ведь не все едут с туристическими целями Многие по делам, многих родственникам вообще Ну, так или иначе, Авзалов спалился дальше на простой арифметике Он сообщил млеющему от удовольствия Хабирову, что на эти 1 миллион 700 тысяч поездок, которые уже за 8 месяцев случились А в 2023 году пришлось 10 миллиардов платных услуг Вот тут берем в руки калькулятор Если бы Хабиров умел считать, хотя бы на калькуляторе, ну, а лучше бы в уме Он бы понял, что Авзалов только что сообщил ему о том, что каждый турист, прибывающий в Башкирию, тратит 5882 рубля То есть вот этот в кавычках турист на 5882 рубля умудряется оплатить транспортные расходы Отель, питание, экскурсия и, возможно, даже у него остаются еще деньги на покупку магнитика Неусмотрительно упомянул Авзалов и об успехах разработки и внедрения туркода Уфы На который тоже выделялись федеральные деньги Вот об этом, пожалуй, Рустему Ахмедкаримову еще лучше было бы помолчать Проект туристического кода Уфы практически провален И провален он конкретно мэрии Уфы Отчитываться об освоении выделенных федеральных средств нужно уже буквально завтра Если мне память не изменяет, то 12 октября А проект более чем не готов Собственно, за это тоже можно присесть Если там обнаружится, что деньгами распорядились каким-то экзотическим способом Но в любом случае поощрение и одобрение федерального центра за невыполнение проекта И не вовремя освоенные деньги, конечно, получить будет невозможно Причем всему виной, насколько мне известно, лично господин Мавлиев Который как-то весьма экзотично решил один из кадровых вопросов После решения какового оказался без подрядчиков, без понимания сути проекта и так далее То есть уволенный чиновник унес с собой все компетенции, знания и все разработки и наработки по этому вопросу Потому туристический код Уфе пока в обозримом будущем не появится В общем Хабиров от доклада Авзалова получил то, что хотел Он получил благостную картинку процветания туризма в республике Башкортостан А мы в свою очередь хотим узнать, как же там движутся дела в этом судебном разбирательстве Авзаловы и Жулькова Суд, напомню, заботливо перенесли в город Сибай Настолько родной, насколько и удаленный от Уфы и родной действительно Авзалову, который раньше был там мэром Почему так случилось? Ну, все мы гадали и выдвигали разные предположения Возможно, чтобы быть подальше от ушлых журналистов Возможно, что там немножко другие судьи в городе Сибай Я не знаю, утверждать не берусь, но вот такое решение было принято Хотя судебный процесс над министром правительства и крупным чиновником Министерства транспорта Это, конечно, как бы все республиканское явление, наверняка, должен быть, конечно, здесь где-то в центре Ну, вот так тут спрятали в Сибай Продолжение следует...